Это развивалось и все прекрасно помнят, что в момент принятия этого решения, которое сегодня судом отменено, что это решение изначально было ущербным. И все об этом знали. И заступник начальника управления архитектуры госпожа Колбукова, в том числе и на нашей комиссии, приносила документ, союз подпись, будучи тогда выходным в обыске главного архитектора города, в котором было четко написано, что предложенный зоник не соответствует мемплану. Я как раз в данном случае не о том, что такие решения принесут, я о том, что больше года мы знали об ущербности того решения. И за этот год мы могли бы наверстать очень много, если бы а. привели в порядок наш генеральный план, а за год эту работу сделать возможную, и б. привели в порядок наш в зоне. Сегодня мы бы не были у разбитого архитекта, мы бы проходили совсем другой ситуацией, даже если бы суд принял то решение, которое приняло. К сожалению, надо констатировать, что за этот год в этом направлении не сделано ничего абсолютно. Выделены были деньги на наработку у юрбана. Разговоров у нас было даже, вы смотрите стенограмму, там коллеги говорили о том, что нужно, коллега Яковлев говорил, что на следующей неделе, я сегодня познакомился, на следующей неделе, надо приступить к работе по приведению в порядок тех недоработок, которые были выявлены на этапе подготовки к принятию решений. И ничего этого сделано не было. Вот я о чем хочу сказать. Суд как суд. Мы на суд влиять не можем. Это уже факт. Свершившиеся или то, да, надо там бороться и еще. Но вот о чем надо думать о том, чтобы эти ошибки исправить максимально быстро. Сейчас говорить то, что сказал, или как суд поступил. Ну, я не буду вдаваться, хотя у меня есть вопрос. Если у нас есть зеленая зона, в ней можно ввести строительство многоэтажное, или какое-то жилое строительство. Если у нас рекреативная зона обозначена. Только в самодельном подвижении рекреации. Ну, то есть, только в жилой зоне зеленую зону можно. То есть, смысл в чем? Что вы поменяли рекреативную зону на живую, и тем самым, да, вы говорите, что здесь возможна зеленая зона, но и жилая застройка возможна. А здесь этого нет. Вот о чем разница. В чем разница? Понятно, что дело в том, что там, где суд спрашивал, вот тут застройка жила, тут же у вас есть там застройка? Нет. То, что не успели застроить, это просто наше преимущество, ну, не достижение. Понимаете? Так сложилось? На самом деле не было застройки там зеленой зоны. Насеряю, к тому, что вы говорите, есть же какая-то стихическая коммитация, прежде чем зеленая зона, это и красная зона. Есть стихическая коммитация, которые идут в согласование. Ну, о чем вы говорите? Вообще, вопрос в том, что я не понимаю, как можно было проиграть решение суда. А мы проиграли до этого. Продолжение следует... Продолжение следует...